Посмотрел, да, плохо, развел руками, и на этом все закончилось. Вот у нас заканчивается вал. Согласны, да, со мной, что у нас заканчивается? Предложением о привлечении к дисциплинарной ответственности ответственных сотрудников. 100 единиц техники никто не будет хранить для какого-то единственного раза в году. Не умеет у нас администрация признавать ошибки. Снег, который так ждали, сегодня никому не нужен. Такое складывается впечатление, когда на газонах вырастают вот такие кучи. Ладно, здесь это практически парковая зона, но тоже не полигон для складирования. Страшно, когда из-за сугробов на пешеходных переходах не видно человека. Всем привет, это Северодвинс в деталях. Сегодня попробуем разобраться с зимним содержанием дорог и дворов. Расскажите, как должна выглядеть проезжая часть зимой? Имеется в виду снежные валы. Насколько они могут вырастать? У пешеходных переходов не допускается формирование снежных валов на расстоянии 10 метров. То есть вот у нас с вами пешеходный переход. На расстоянии от каждого из этих знаков в любую сторону не должно формироваться снежных валов. Вал не должен достигать высоты 50 сантиметров. То есть свыше 50 сантиметров это уже является нарушением требования этого ГОСТа. И, соответственно, в Кодексе административного правонарушения ответственность тоже за это предусмотрена. Значит, на расстоянии 20 метров от автобусных остановок также такой же высоты не допускается формирование снежных валов. Вот сейчас как раз у нас с вами пример. В районе дома 34 по улице Ломоносова сформирован снежный вал. Это перекресток улиц Ломоносова и Полярная. Вот яркий пример. Как выглядеть это не должно. Если вот у нас стойка знака, мы от нее начинаем производить замер. Вот у нас заканчивается вал. Согласны, да, со мной, что он заканчивается? Да. Длина его составляет 5 метров 20 сантиметров. Сейчас мы померяем длину его вдоль улицы Ломоносова. Вдоль улицы Ломоносова 3.36, ну 3.30, да, округлим. Это у нас курвиметр прибор назывался, он у нас линейные изменения. Вот чудный прибор, который по программе ПКАД нам поставлен. Значит, он у нас высотом производит замеры. Вот метр 48, метр 50. Все, что, как я уже ранее сказал, свыше 50 сантиметров является нарушением. То есть 10 метров у нас от стойки знака нет, высота у нас свыше 50 сантиметров, длина и ширина тоже превышены, соответственно, значит, все у нас уже нарушение налицо. А кто отвечает за это? Предписание на устранение у нас здесь мы даем 6 суток на устранение, но это уже, он сформирован вал. Формирование вала в принципе не допускается. То есть это уже прямое нарушение, и за это будет у нас к ответственности привлечена администрация города Сейродвинска. До этого у нас таких снегопадов не было в эти выходные. Они прошли в понедельник, у нас все специалисты были на выезде именно с проверками. По результатам проверок у него были выставлены и замечания, и предупреждены были подрядчики о том, что по выставленным замечаниям они будут оштрафованы. И они должны обеспечить вывозку для обеспечения безопасности на пешеходных переходах везде. А в какой период времени? То есть как они быстро должны вывезти? Это не должно образоваться. Если снег у нас пошел, то они должны уже тут организоваться для того, чтобы у нас безопасность обеспечивалась всегда. А по поводу как раз вывозки снега, расскажите, какие условия в контракте? То есть количество раз прописано? Все, что бюджет может себе позволить, это включить в стоимость обязательно вывозку 3 раза в год за сезон. И в том случае, если это требуется больше раз, у нас в контракты включены непредвиденные работы. До сегодняшнего дня была уже вывозка? Первый раз вывозка была организована в новогодние праздники. И вот сейчас у нас второй раз. Такой интенсивный и масштабный вывоз проводится. Как считаете, существует ли недостаток вот этих вот трех раз за сезон, стоимость которых есть в стоимости контракта? Необходимо ли больше? Ну, видите, во-первых, у нас погодные условия непредсказуемые. Зима, зиме, рознь. Иногда бывает и трех может быть не понадобится. Иногда это может быть десять. С учетом того, что у нас сейчас с вами только еще январь, а февраль и март считаются самые снежные. Поэтому три это на самом деле немного. Один вывоз – это вывоз всего снега со своей территории. Да. Полностью. Не до земли, а именно то, чтобы у них все, что складируется на газоне с дорог. Вот эти валы, которые вдоль дорог, вот это они должны вывезти полностью на своей территории. Запрещено устраивать навалы снега изо льда на озелененных территориях. Ведь что такое снег? Именно с проезжих частей. Это смесь солей, тяжелых металлов и нефтепродуктов. И весь этот яд попадает в почву. Поэтому вопрос достаточно серьезный. Особенно вот роторный способ уборки с проезжей части, он очень вреден для окружающей среды. Потому что он отбрасывает снег непосредственно на газоны, на кусты и на деревья. Ну, честно говоря, я всегда думал, что газоны как раз и предусмотрены для того, чтобы сваливать на них и снег в зимний период. Как должно, по идее, вот с учетом этих ограничений, запретов происходить уборка, получается, города? Допускается организация небольших навалов из снега, но только на обочине проезжей части. С последующим вывозом снега из города. По идее, на газон вообще ничто не должно окружаться. Запрещено. Если так постоянно делать, то что произойдет с газоном? Ну, мы же с вами уже можем наблюдать, что газон у нас практически уже не существует во многих местах города, во многих частях города. То есть, грубо говоря, земля отравляется и трава не растет? Конечно, конечно. Еще мы часто видим картину, когда мост, проходит техника, и все грязная полоса снега на льду оказывается. Здесь нарушение или нет? Конечно, нарушение. Весь снег должен быть вывезен. Он не должен складироваться в черте города. Он должен быть вывезен. То есть, по идее, техника должна сгребсти этот снег с путепровода, с моста, и как-то его там уже разложить по обочине сначала, а потом вывезти, но не в речку. Нет, однозначно нет. Даже в правилах благоустройства запрещено складировать грязный снег с дорог на газоны. Это как временная мера. Они после этого все равно поедут, будут собирать его. Прямо с газонов? Да. Как? Ну, мы про которые говорим. Например, шинокоротором. Шинокоротором, да, то есть там длинный рукав, который прямо на середину газона выкидывает. Будут точно так же, как с газонов собирают. Они и сейчас с газонов же собирают этот снег. Просто, опять же, для того, чтобы, поскольку вывезти его сию минуту не получается, они его, так скажем, временно складируют на газоне, дальше они будут вывозку организовывать обязательно. Да, мы знаем, что нельзя, и им сказано, что нельзя. Поэтому это как временная мера. А еще, когда с путепровода, с моста, да, то есть мы тоже часто видим грязный снег, так идет линией, переходит в речку и дальше пошел. Вот с рекой что делать? Оттуда же не убирают? Нет, ну, это там в основном песок. У нас... Ну, там же нет отхода, там и масло, там бензин и все вот это вот. Ну, дорожная грязь, она. Ну, тут иногда, если такие случаи бывают, значит, надо акты составлять экологам. Так, получается, с пешеходными переходами мы разобрались, что с проезжей частью, да, то есть по бокам проезжей части тоже формируются валы. У них есть какие-то габариты? Снежные валы, как я уже сказал, 50 сантиметров. Все, что выше, все, уже не допускается. Валы вдоль проезжих частей должны собираться, формироваться в определенные лотки, которых, к сожалению, у нас в городе нет. Но, значит, по каждому из краю проезжих частей, грейдерами, любой другой техникой формируются эти валы, которые по техническому заданию должны быть вывезены на полигон каждые 9 дней после формирования этих валов. А каждые 9 дней это прописано где? Это в требовании ГОСТа. Это стандарты, про которые я вам сегодня уже сказал. По сути, контракт заключенный, он немножко не дотягивает до этих ГОСТов? Может быть, что-то идет в разрез с требованием ГОСТа, но мы уже писали информационные письма в администрацию города Сердвинска о том, чтобы проработали технические задания и внесли какие-то коррективы в их контракт. А писали в этом году или такая ежегодная ситуация? Нет, нет, как только появился этот ГОСТ. Как только этот появился ГОСТ. А когда он появился? С 2017 года, вступил он с 2018 года. Требования, на самом деле, в этом стандарте изменились, стали намного жестче. И, к сожалению, не прописано, в каком бы округе ни находились. Либо это центральный округ, федеральный, либо это северо-запад. Соответственно, осадков разное количество идет в каждом округе. Но, тем не менее, требования стандарта одни, и мы вынуждены их соблюдать. Это наша работа. Контракт составляет с учетом каких-то требований, нормативов ГОСТа? Конечно. Видите, опять же, наши все требования и нормативы должны быть подкреплены финансами. То есть, если мы требуем от них каждые 9 дней вывозить, значит, мы за это должны заплатить. Пока у нас нет возможностей в бюджете предусмотреть такие суммы. Только кварталы одни те, они за два года нам обходятся 80 миллионов рублей. Но не такая большая сумма, которая должна быть для того, чтобы мы прямо по асфальту ходили с вами, снега не видели, почти что до земли. А сколько, представить можно, какая сумма должна быть, чтобы соответствовать всем ГОСТам? Ну, до минимума в два раза, может быть, больше. И, понимаете, мы же это выставляем на аукционы. Если мы выставляем на аукцион определенные требования, определенная периодичность той или иной работы, то мы все это должны подтвердить расчетами. То есть на такую работу мы предлагаем столько денег. И все, что мы выносим на аукцион, у нас должно быть подкреплено финансами, которые есть в бюджете. Но пока у нас такой возможности нет, все сделать. Администрации всегда стандартные отговорки, так скажем. То есть не хватает средств, не хватает людей, не хватает компетенций и так далее. С этим надо работать. Деньги есть в бюджете. Если не хватает, скажите, сколько. Обоснуйте эту цифру. И я уверен, что эти деньги можно найти. Потому что комфорт горожан, он должен быть все равно на первом месте. Для этого администрация у нас существует, чтобы этот комфорт, это благополучие жителей, комфортную среду обеспечивать в городе. Должен быть ежедневный контроль, особенно в такие периоды, когда обильный снегопад, когда снега много. Но он всегда удовлетворительное исполнение, как мы по пресс-релизам видим часто. К сожалению, мы наблюдаем и по этим контрактам, и по другим контрактам, что контроль недостаточный. В чем причина? Сложно сказать, да. То ли у администрации не хватает людей, то ли у людей не хватает компетенции, то ли не хватает рычагов для того, чтобы в должном мере, так скажем, воздействовать на подрядчиков и добиваться качественного исполнения работ. К сожалению, иногда наблюдаем, что представитель заказчика приходит, посмотрел, да, плохо, развел руками, и на этом все закончилось. То есть никаких санкций к подрядчику, никакой претензионной работы на должном уровне не ведется. Не умеет у нас администрация признавать ошибки, к сожалению. Вот на мой взгляд. Но первое, что нужно сделать, это признать, что есть такие недостатки, и дальше искать пути решения их недостатков. То есть мы все ищем не что-то плохое друг в друге, не пытаемся кого-то уличить в чем-то. То есть мы все нацелены на положительную работу, чтобы сделать наш город комфортнее. Постоянно поднимаем это вопросы, направляем официальные заявления в администрацию города. Но зачастую мы получаем, как говорится, отписки. То есть, да, работа ведется. Что нужно для того, чтобы сделать ее лучше и эффективнее? В этих ответах и в ответах администрации, в устных, на комитетах, на сессиях мы, к сожалению, не видим. Да, не хватает денег, да, не хватает денег. И все. То есть нужно решать и кадровый вопрос. Нужно решать вопрос качества контрактов, технических заданий контрактов. Но вот, скажем, вот этот вал по улице Ломоносова, который сейчас мы видим, он уже... Он может здесь находиться или он должен быть убран? Вот этот? Вот тот, который прямо вдоль проезжей части. То есть вот. Вот этот вал, его сформировали сейчас шнеком. Но на самом деле вот это все будет убираться. Сегодня мы уже проговаривали с представителями администрации по поводу вывозки снега. На самом деле я очень часто встречаю транспорт, вывозящий на полигон снег. И все это будет убираться. А зауженность, когда она возникает? Там, не знаю, 5 сантиметров снега или там 10-15? Вот свыше 30 сантиметров все, уже наступает ответственность. На самом деле на проезжей части пунктом 8.1 этого ГОСТа, замечательного нашего 505.97 2017 года, предусмотрено, что на покрытии проезжей части не должно быть снега вообще. А контроли за снежными валами в Северодвинске, да? То есть может быть простые граждане могут каким-то образом посодействовать в этом? Есть у нас официальный сайт ГОСТа инспекции управления ГИБДД. Если такие валы люди встречают на пути своего исследования, про которые даже мы сейчас проговорили, можно сфотографировать и разместить обращение на этот сайт, и оно поступит нам. Мы незамедлительно проедем и проверим информацию, указанную в этом обращении. Как выбирали дворовые территории, где проходила проверка? Исходя из собственных наблюдений, а также из жалоб, взятых из средств массовой информации, с которыми обращались граждане. И также граждане могут обратиться и в прокуратуру города с подобными нарушениями. Какие нарушения в основном выявлялись во дворах? В основном это то, что придомовые территории не очищены от вновь выпавшего снега. Также присутствует колейность свыше 5 сантиметров, наледь на внутриквартальных проездах и на тротуарах. Выявлены были нарушения в деятельности в основном управляющих компаний, таких как СМУБЖКХ, АОО «Открытие», «Побережье», «Дюны», «Единство». При проверке дворовых территорий, в которых выбран способ управления в виде товарищества, собственников жилья, нарушений не было установлено. Какие возможны санкции, что можно применить к нарушителям? Вносятся представления в адрес управляющих организаций с обязанием устранить нарушения, то есть очистить территорию от снега, и предложением о привлечении к дисциплинарной ответственности ответственных сотрудников. Но давайте быть реалистами, как любят говорить в комитете ЖКХ. Все мы знаем, что город заваливает снегом одномоментно, за раз полностью все дороги. Но вычистить и вывезти его за день, за два, ну, невозможно. Для этого необходимо огромное количество техники, которой у подрядчиков нет. Да и содержать ее ради месяца-двух работы в год, ну, нелогично и нерентабельно, особенно для бизнеса. Но сделать качество уборки лучше в текущих условиях все-таки можно. Все мне в один голос заявляли. И ГИБДД, и прокуратура, и комитет ЖКХ. Увидели нарушение? Позвоните прямо в комитет ЖКХ. И там пообещали реагировать на все обращения. Это Северодвинс в деталях. Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте. И до встречи!